Творить добро и помогать нуждающимся – это особая миссия тех, кто организовал и провел незабываемый вечер в исторической усадьбе Гребнева. Прекрасная погода, замечательный пейзаж. Здесь, в усадьбе Гребнева, скоро начнется благотворительный аукцион. Называется он «Миссия добра». Гости собраны и совсем скоро будут разыграны лоты, приобретя которые, можно будет внести свою лепту в добро. Благотворительный аукцион с говорящим названием «Миссия добра» собрал бизнесменов, представителей шоу-бизнеса, деятелей, политики, культуры и искусства для важной цели – помочь в реабилитации детей после кохлеарной имплантации. Это хирургическое восстановление слуха, в ходе которого в улитку внутреннего уха устанавливается специальный прибор. Он стимулирует сохранные структуры слухового нерва, что способствует восприятию звука. Иначе говоря, детям, которые перенесли подобную операцию, помогут привыкнуть к новому мироощущению. Мы сегодня помогаем деткам, у которых есть проблемы со слухом, деткам глухим, у которых свои особенности, мамам, которые не могут собрать денежку на реабилитацию. Я чувствую, что я могу это сделать, чувствую потенциал. Я уделяю этому время и, соответственно, происходит это мероприятие, на котором мы сегодня. Устроили и провели этот вечер сразу несколько неравнодушных людей. Генеральным партнером мероприятия стал президент ООО «Гранд» и муниципальный депутат Григорий Гекян. Он же является попечителем фонда «Доверяю». Занимается благотворительностью, мы помогаем детям, потому что я не отличаю моих детей, если они, допустим, не дай бог, болеют от других детей. Если я узнаю, что где-то какой-то ребенок заболел или нуждается в чем-то, мы быстро откликаемся. Я надеюсь, что мы с этими детьми после их выздоровления встретимся с Ириной, поедем их навестим. И я думаю, что у них будет все хорошо. Мероприятие важное. Я с удовольствием в таких мероприятиях принимаю участие. И считаю, что любовь, добро и милосердие – это то, что должно быть в душе каждого человека. Именно поэтому мы люди, тем более, когда мы собираем средства для детей. Я тоже сегодня принесла для лота ценную книгу. Надеюсь, что ее купят, чтобы средства пошли на детей. Цель мероприятия – сбор средств на реабилитацию в специальном центре ТОШИКО. И, как становится понятно, реабилитация – это весьма недешевая. Девиз нашего мероприятия – поможем детям услышать мир звуков. То есть это очень важно, когда рождается ребенок, чтобы он слышал мамин голос и чтобы он впоследствии мог общаться с этим миром полноценно. Неслучайным стало и место проведения. Усадьба Гребнева, которая сегодня преобразилась, владелец Андрей Ковалев принял на территории гостей и, конечно, активно общался, подчеркивая, такие добрые дела всегда будут важны для каждого, кто хочет и может помочь. Благотвориться – это очень важно. Мы должны помогать тем людям, которые не могут сами справиться со своими проблемами. Я тоже, у меня есть такая хорошая картина советского известного художника, тоже ее представил на аукцион. Важна любая поддержка. Информационную мероприятию оказались сразу несколько СМИ – крупнейший российский деловой медиахолдинг RBG Russian Business Guide и ведущее деловое издание Московской области – журнал «Бизнес-диалог-медиа». Милосердие и сострадание – это в культуре нашего народа и в характере нашего народа. Так было всегда. И, конечно же, Союз журналистов Подмосковья проводит собственные такие проекты в рамках «Медиа-недели Подмосковья». У нас много благотворительных акций. И с самого начала, теперь уже пять лет, фонд «Доверяю» мы в меру своих сил поддерживали. Среди лотов аукциона – ценные работы современных художников и личные вещи звезд театра, кино, политики, шоу-бизнеса и спорта. В ходе аукциона были проданы все лоты. А это значит, что дети, которые совсем недавно не могли слышать, обретут эту возможность наслаждаться звуками и в полной мере ощутят, как прекрасен этот мир. Лилия Тимеева, Валерий Жеглей, Пщелковское телевидение.